Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур. Сегодня мы начинаем проходить игру Darkness of the Wind по следам Lord Nolder. Эта игра, надо сказать, выполнена примерно в том же жанре, что и Шорох. Это ужастик, выполненный в квестовом формате с статичными, собственно, задниками с панорамным обзором. При этом игра очень атмосферная, и когда я ее только увидел, я подумал, да, вот это оно, это то, что нам нужно пройти после Шороха. Игрушка, надо сказать, еще более неторопливая, чем Шорох, но тем не менее она выполнена под большим влиянием произведений Говарда Лавкрафта. Такое я очень люблю, и вы очень любите. Собственно, давайте начинать, давайте посмотрим, что игра из себя представляет, и будем потихоньку ее проходить на стандартном уровне сложности, чтобы... Тут и так головоломки достаточно сложные, и не хотелось бы на прохождении застревать там и думать, сломать голову слишком уж много. Для нас же самое главное это повествование и, собственно, атмосфера. Атмосфера. В этой игре хорошая локализация. И, собственно, сейчас я помолчу, потому что, ну, собственно, будет вступление. Вот. Кстати говоря, игра выполнена на еще более хорошем техническом уровне. Людям с широким кругозором ведомо, что четкой границы между реальным и воображаемым не существует. Говард Лавкрафт. Они говорят, что я безумен. Говорят, что двое жителей деревни нашли меня утром в семи километрах от Виндлапса. Я хохотал и что-то неразборчиво бормотал, словно спорил сам с собой. В общем, вел себя как безумец с горящими глазами, погрузившийся в глубины спасительного бреда. И они говорят, что я искал какой-то труп на древних кладбищах. Они правы. Я в самом деле искал труп. Но это поведение, которое кажется ненормальным, не имеет отношения к безумию. Просто таковы были обстоятельства. Вот и все. Все началось одним холодным ноябрьским днем. Я был очень рад, когда мне поручили дело сбежавшего подозреваемого по имени Лоус Нолдер. Я всегда преклонялся перед его умом. Он вернулся после пяти лет путешествий и стал главным подозреваемым в убийстве в первом же его деле. Но сейчас я могу точно сказать. Тот человек, который вернулся, был уже не тем, что уезжал пять лет назад. Как бы то ни было, я оставляю это на суд тому, кто будет читать мои записи. Я уже две недели провел в Велсмотском психиатрическом институте. Так мне говорят. Я не помню себя в первые восемь дней. Врачи говорят, что я вел себя спокойно, и день ото дня мое состояние становится лучше. Но сейчас мне требуется все больше времени, чтобы, проснувшись, понять, где я нахожусь и даже кто я такой. И это основная и главная причина того, что я начал эти записки. Я должен убедить себя в том, что безумен. Потому что в ночь перед тем утром, что меня нашли, я заглянул в бездонные черные глаза безумия так близко, как никогда раньше. Да, я определенно безумен. Ведь я видел это все глазами вездесущего духа сумасшествия. Итак, вступление. Как обычно, в играх этого жанра прям такой камбэк. Мы начинаем в психбольнице. И после этого наш герой нам рассказывает, что его, собственно, привело туда, как он там оказался. Сейчас мы начинаем играть, насколько я знаю, за несколько дней или, может, даже месяцев до тех событий, которые были в заставке. Но как бы там ни было, давайте осматриваться. Одна из первых игр на канале, которая проходила, была Зов Ктулху, Дарккорна в Судеев, то есть темные края земли, темные уголки. И сейчас мы возвращаемся к истокам, можно сказать. Как видите, в плане детализации эта игра на голову выше, чем Шора, хотя тоже вышла уже достаточно давно, 5 лет назад. Ну и, собственно, давайте осматриваться. Механика очень похожа. У двери нет ручки, ее нельзя открыть. Не поддается, не открывается, как сказал бы Джек Уолтерс. В этой игре локализация, надо сказать, на голову выше. Я не могу открыть эту дверь, у нее нет ручки. Понял. Понятно. Давайте двигаться по коридору вперед. Что у нас тут на стульчике? Ничего нет? Видимо, нет. Дверь, я думаю, тоже закрыта, да? У двери нет ручки, ее нельзя открыть. Так, а с той стороны? Опа-па. Тут у нас провал какой-то нехороший. Что-то оттуда как-то не самые приятные звуки идут. Пустота. Я чувствую, что в темноте что-то есть, и оно тянет меня к себе. Так, понял. Пока оттуда ничего не вылезло, давайте-ка мы выбираться будем. Ну и нафиг. На стене какие-то странные символы. Что это такое вообще? Моль летает. Мотыльки. Странное граффити. Тут я с тобой согласен. Только это не граффити даже скорее. Кто-то мелком нарисовал. Или угольком. Еще более странная картинка. Что это значит? Кто нарисовал все эти граффити? Так, ладно. Ага, куда-то мы попали. Ух ты, светло. Отлично. Какая красивая комната. Она мне что-то напоминает. Ну, дружок, ну, не знаю. Я бы не сказал, что эта комната какая-то очень красивая. Я, по крайней мере, видел гораздо более красивые комнаты. Оп. Что, мертвый, что ли? О, нет. Это... И это... Заперто. Ой-ой-ой, только... Ну, ладно, хотел сказать, не оборачивайся. А, это сон был. Кто-то звонит. А, какой противный телефон у него. Опять кошмар. В последнее время мои сны удивительно насыщены. Да-да-да. Так, где телефон? А, вот он. Встаем. Уютненько такая квартирка, надо отметить. Симпатичная. Картина, опять же, куча. Так, телефон. А, тут сотовый, вон он. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть окно инвентаря. Так, правой кнопкой мыши. Правой кнопкой мыши. Артур звонит. Отлично. Да, Артур. Да, наконец-то. Где тебя носит, Говард? Я уже собирался трубку повесить. Я был дома. Что-то случилось? Ладно, слушай. Этой ночью без четверти три нам сообщили, что Лоус Нолдерс сбежал из больницы. Пока мы туда ехали, я пытался тебе дозвониться. Странно. Я не слышал звонка. Проверь автоответчик. Я оставлял тебе сообщение. Ммм, странно. Как это произошло? Никто не видел, как он исчез? Во время очередного обхода медсестра заметила, что его нет. Ясно, Артур. Я выхожу через пару минут. Говард, с тобой все в порядке? Да. Думаю, я просто устал и этой ночью проспал больше обычного. Не волнуйся. До встречи, Артур. Пока-пока. Ладно, до встречи. Побег Лоуса Нолдера. Чтобы узнать о зацепках, нажмите кнопку мысли Говарда на панели инвентаря. Затем выберите подсказку для чтения. Артур сказал мне, что Лоус Нолдер, главный подозреваемый по делу Кларка Филда, прошлой ночью сбежал из больницы. Это дело для меня очень важно. Я всегда преклонялся перед умом этого человека. Теперь мне предстоит раскрыть его. Должен признать, такая перспектива у меня нравится. Так, ладно. Ух ты. Да ну. О, неплохо. Ай, ладно. Без музыки будем. Так, что у нас тут еще есть? Открываем. Я и мои кошмары. Отлично. Пролог. И видится людям первобытные леса, населенные тысячами неведомых тварей, темные города, где уже много веков нет людей, и пустыни, в которых самые высокие башни этих городов давно превратились в простые груды камней, возвышающиеся над песком, подобно вершинам айсбергов. И заходят люди в просторные склепы, наполненные запахом смерти, и в места, где некогда царила красота и величие, доказывая, что ни одна красота и ни одно величие не будет существовать вечно. И некоторые замечают кошмарные детали, скрытые от невнимательных глаз. Но кто поймет значения подробностей, которых достаточно для того, чтобы свести человека с ума? Они запечатлеваются разумом и со временем превращаются в мифы, которые, в свою очередь, вызывают ужас. Иногда прошлое, которое казалось уже мертво, проявляет себя мимолетной галлюцинацией или дурным сном. В таких случаях человек может обрести покой лишь тогда, когда он все забудет. Но загвоздка в том, что единственный друг забытья – это время, а дружба не бывает вечной. Покой – это роскошь, доступная лишь тем, кто уснул вечным сном, тем, кто ушел в забвение. Эдвин Пикман Подожди, там вторая страничка еще была. Интересно. Стишки Сгоревший дом Тем, кто ушел в забвение, залитый солнечным теплом, Как тень беды среди дороги стоит дотла сгоревший дом, таинственный и одинокий. Он мертвой тишиной объят, во тьме не скрипнут половицы, И только зеркала хранят детей, испуганные лица. И по сей день он там стоит, превратник огненного ада, И пламя до сих пор горит на окнах в отблесках заката. Отлично. Даже перевели настолько хорошо, что прям в рифм попали. Так, ну тут куча стишков. Давайте вот это еще прочитаем. Однажды под утро, шагая домой, я чувствовал взгляд у себя за спиной. Бежать не хотелось, но не было сил. Я понял, что кто-то за мною следил. И сжалось от ужаса сердце мое. Я поднял глаза и увидел ее. Луны мутный глаз предо мною возник, Как будто чудовище алчущий лик. Меня охватили тоска и печаль. Что смотришь ты с неба, я ей прокричал. Ты, звездная дева, услада богов, Что делал тебе до земных дураков? Ко мне повернулся недремлющий глаз, И с неба донесся презрительный глаз. Хоть я на рассвете исчезнуть должна, Будь проклят навеки, сказала луна. Твой разум моя заклеймила печать. Я буду безумием твоим управлять. Ты бледная тень, я ей крикнул ответ. Лишь солнце взойдет, и тебя больше нет. И мир охватила в тот миг тишина, Как будто все ждали, что скажет луна. Но ветер меня в то мгновение спас, Укрыв облаками воинственный глаз. И вот не хожу я из дома с тех пор, Боюсь я продолжить чудовищный спор, Но страшно за тех мне, кто рядом со мной, По-прежнему ходит под жуткой луной. Какие-то, надо сказать, не очень добрые стишки тут. Давайте вон, из глубины океана. Какие великие тайны хранит мировой океан? Русалки, морские титаны, сокровища дальних стран. Над тайнами этими властны лишь скопища пестрых рыб, Да бледные трупы несчастных, кто бы в том океане погиб. Безжизненно и печально плывут их тела в глубине, И лишь иногда ночами вызывают они ко мне. Интересно, кто писал эти? Стишки, скажем так. Я услышал шепот, тихий и острый, как нож. Он наполнил великим смыслом страшную ложь. Я услышал голос и возвал, но не видел лиц Только сотни мертвых, что лежат в тишине гробниц. Я услышал песню, что звучало давным-давно. Воскресить усопших было некогда ей дано. В темноте могил терпеливо считают дни, Но настанет час и услышат шепот они. Интересная книжка, интересная и хорошо приведена. Так, что мы делаем? Давайте потихоньку осмотримся. У нас телеофисер. Там у нас что? Такое ощущение, что на Харлее кто-то проехал. Интересно, какой это год вообще в игре сейчас? Мне кажется, что современность. Мобильники. Так, понятно. Тут у нас типа кладовой, платяной шкаф. Здесь я храню мою одежду и кое-что еще. Ничего интересного. Ладно. Здесь у нас шмотки. И здесь у нас шмотки. Хорошо. Так. И хороший такой чемодан стоит. Добротный. Такого ручка точно не оторвется. Домик уютный, надо сказать, да? Это, конечно, не тот замок из шороха, Но при этом Тут все как-то на своем месте. О, ловит снов. Подожди. Ловушка снов из моего детства. Это мой счастливый амулет. Говорят, она защищает владельца от кошмаров. Кошмары запутываются в сети И рассеиваются с первыми лучами солнца. Тебе, братюнь, это, по-моему, не сильно помогает. Так, время у нас Почти семь. Утро, похоже, да? Или вечера. Судя по освещению. Какая-то жуткая картина. Какой-то Я черный конь из мрака Мне тени в унисон Поют несу кошмары В твой беспокойный сон Я вспоминаю эту двустишую Каждый раз, когда смотрю на эту картину Нафиг такие картины дома хранить? Так, что у нас тут? Рубай Блин, не успел прочитать Давайте еще раз нажмем Одна из моих любимых книг-стихов Ты у нас стишки вообще, я смотрю, очень любишь, да? Картина Понятно Конечно, понатыкано тут всего Но, по крайней мере, уют какой-то есть Какой-то журнал модный на столе Так, давайте мы Посмотрим, что там нам на автоответчике Артур оставлял Так, как это тут? Новых сообщений нет Да как так-то? Хм, странно Артур же говорил, что оставлял сообщение Надо позвонить ему и спросить Ага, понятно Так Ммм, контакты О, первым номером идет Бери трубку уже Алло А вот А, нет Да, Говор А, ну да Привет, Артур Я был... Я тогда толком не проснулся И поэтому кое-что не понял Ясно И что ты хочешь узнать? Так А, вот, убирать можно Ты говорил, что звонил мне несколько раз Но на автоответчике ничего нет Ты говорил, что звонил мне несколько раз Но на автоответчике ничего нет О чем ты, приятель? Я оставил тебе несколько сообщений Отнеси свою рухлядь в ремонт Да, похоже, автоответчик сломался Да, похоже на то А, ладно Поговорим, как приеду на работу А, ладно Поговорим, когда приеду на работу Пока Пока-пока Так, что мне нужно делать? Так Тут точно больше ничего нет? Что еще ты тут хранишь? Здесь я храню мои одежды и кое-что еще Ничего интересного Понятно Тут, похоже, больше нет ничего Зачем тогда я сюда зашел? Не знаю Ну ладно Погнали Так, выходим И, похоже, нам пора отправляться на работу Я надеюсь, это не вся квартирка Там, наверное, еще какой-нибудь туалет должен быть Посмотрим Да-да-да Прихожая Ну, вы видите, да Это офигенно Блин, детализация помещений, конечно Гораздо в разы лучше, чем В Scratches Так, откуда я пришел? Из этой двери Да, судя по всему Сюда я не попадаю почему-то Давайте посмотрим Блин, мне почувствительность мышки, конечно, убавить Ну ладно, нормально Любит картины наш персонаж и стихи Так, это что такое? Какая-то скрепка, что ли? Ух ты, шкатулка Тут у нас Это пуговицы или монетки? Ну, ключ есть Ключ от машины Понятно Монетки я брать не могу Хорошо Так, а больше тут, похоже, ничего нет Ладно Так, ну это, мне кажется, выход Давайте сюда заглянем Да, тут у нас санузел Туалет, типа сортир Тут у нас мусорка Свет приятный такой Вообще домик приятный, квартирка такая Небольшая, но уютная Здесь он умывается, наш герой Его Горд зовут, кстати говоря Прям как Лавкрафта Что у нас здесь? Разнообразная медицина Видимо, какое-то снотворное Болеутоляющее Йод там, ну и прочее Что лежит у всех Так, хорошо Похоже, нам пока тут делать нечего Что еще осталось в этой квартире? Кухня должна быть где-то Ну, наверное, вот здесь вот Туда я почему-то зайти не могу Ладно, выходим Окошко Тут закрыто Тут соседи живут, видимо А, погоди Так это же тот самый коридор, который мы во сне видели Да-да-да Только видели мы его наоборот Мы вон с той стороны смотрели И смотрели в эту сторону И получается, что мы зашли в свою квартиру Во сне Но там вместо своей квартиры был Труп в комнате Тут у нас лесенка вниз Так, тут у нас Двери закрыты Тут живут соседи Не будем их беспокоить А тут интересно Мы сразу попадем на работу Или мы как-то будем выбираться еще вниз Подъезд Нет, сразу Похоже Да, это современности Машина у него что-то такая На современный Ситрайен похоже Этот кабинет стал моим Когда меня повысили до детектива А, то у нас детективы, значит Велсмот Достаточно тихое место И обычно моя работа Это простые дела И возня с бумагами Молодца Но это дело не из таких Оно достаточно запутанное И должен признать Мне это нравится Любишь запутанные дела? Молодца Так, давайте осмотримся Отсюда мы пришли Как-то в этой игре Все настолько уютно, блин, а? Какое-то освещение Мягкое такое, приятное Так, здесь у нас ящики С файлотекой, похоже Старый пузатый мониторчик Принтер Это полицейские фотографии Сделанные в офисе Лоуса Нолдера Когда мы в первый раз Обыскали его То ничего не нашли Я осмотрел все место Несколько раз Но не нашел никаких зацепок Этот офис Единственное, что Принадлежало Лоусу Нолдеру Прежде чем отправиться В свои странные путешествия За границу Он продал даже свой дом Может у него дела шли Неважно Или просто нужны были деньги На путешествия Но почему он не продал свой офис? Думаю, эти фотографии Лучше забрать с собой Может быть, я смогу Увидеть на них что-то Чего не видел раньше Хорошо А, это ты так их Неспешно берешь По одной в две секунды Вроде взяли Так, фотографии На задней стороне ничего нет Это у них рабочий стол Так, тут что? Собственно, сам кабинет Очень похоже на мой, кстати говоря А мы так любую вещь из зенитаря Можем покрутить Интересно Так, и последняя фотография Да, вот его рабочий стол А если, допустим, ключ Да, и ключик мы можем повертеть тоже Интересно Что у нас тут есть? Телефон не активен Компьютер вроде как не включается, да? Да, похоже на то Запись о смерти Полное имя Кларк Филд Белый Пол мужской 76-го года 21 октября погиб 2011-го года Это значит сейчас Где-то примерно этот Временной промежуток у нас, да? Владелец компании Air W&L Company Место смерти Нортутский лес Время пребывания 4 дня Место жительства Фортленд Стрит Портсайт Так, похороны на кладбище 27 ноября 2011-го года Так, причина смерти Следующая Удушья Задушил его, похоже, кто-либо Он сам повесился Заключение 26 октября 2011-го года Понятно Такая вот работенка Папки-папки За окошком Другое здание Вид из окна Вид из окна, надо сказать Не очень хороший Посиди так месяцок Каждый день В эту стенку Наблюдая Ничего приятного Я как-то успел поработать Даже в подвале Где вообще окон нет Причем зимой Причем зимой Стой Так, похоже, все И тишина Бедняки и художники живут в таких местах Понятно Ну, на этом мы, я думаю, прекратим Эту серию Надеюсь, вам нравится Потому что, на мой взгляд Это достаточно хорошо И достаточно атмосферно Спустя полтора года После момента старта канала Мы вернулись к истокам И проходим очередную игру По Ктулху По Лакрафту Я, конечно, не уверен Что в этой игре мы встретим Ктулху Или что-то с этим связанное Просто тут, как говорится Инспирировано Произведениями Говарда Лакрафта Но, тем не менее Какие-то вот такие отсылки Постоянно встречаются И чувствуешь себя как дома Натурально Надеюсь, вам нравится Увидимся в следующей серии С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok